Глоумакэс инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения, Фармсинтез, ОАО, Россия, КОТА и ТЕКС, С01 и И01 активное вещество, латанопрост лекарственное. Форма, Глоумакэс форма выпуска, упаковка и состав препарата Глоумакэс. Капли глазные 0,005% прозрачные, бесцветные. 1 мл латанопрост 50 мкг вспомогательные вещества, натрия дегидрофосфата дегидрат 3,98 мг, мл, натрия хлорид 5,69 мг, мл, бензолкония хлорид 0,2 мг, мл, динатрия гидрофосфат безводный 3,48 мг, мл, вода D и до 1 мл. 2,5 мл, флакон капельницы полимерные, 1 пачки картонные. Клиника фармакологическая группа, противоглаукумный препарат, фармакотерапевтическая группа, противоглаукумное средство, простагландин, фармакологическое действие. Латанопрост, активное вещество препарата Глоумакэс, является аналогом простагландина F2 и селективным агонистом простагландина FFP, рецепторов. Препарат оказывает противоглаукумное действие. Основной механизм действия препарата связан с увеличением увиосклерального оттока. Снижает внутриглазное давление путем увеличения оттока водянистой влаги через сосудистую оболочку глазного яблока. Препарат не оказывает существенного влияния на продукцию водянистой влаги и на гематоофтальмический барьер, может незначительно изменять размеры зрачка. После введения препарата снижение внутриглазного давления начинается через 3-4 часа, максимальный эффект достигается через 8-12 часов. Действие продолжается в течение не менее 24 часов. Показания к применению снижения внутриглазного давления у пациентов с открытоугольной глаукомой, с повышенным офтальматонусом. Способ применения и дозы. В конъюнктивальный мешок пораженного глаза закапывают по одной капле один раз, суд, вечером. При пропуске дозы следующую вводят в обычном режиме Т.Е. дозу не удваивают. При назначении комбинированной терапии глазные капли различных препаратов следует вводить с интервалом не менее 5 минут. С осторожностью рекомендуется применять глаумак из пациентом с афакией, псевдоафакией, повреждением задней капсулы хрусталика и Известными факторами риска развития макулярного отека при лечении лота на простом описаны случаи развития макулярного отека. В Т.Часть сестоидного. В настоящее время отсутствуют данные по применению препарата глаумак из превоспалительных заболеваниях глаз, воспалительной, неавоскулярной, закрытоугольной и врожденной глаукомии. Имеется незначительный опыт по применению препарата при открытоугольной глаукоме у больных с артефакией, а также при пигментной глаукоме. Глаумак из не оказывает или оказывает незначительное влияние на зрачок, однако отсутствуют данные о действии препарата при остром приступе при закрытоугольной глаукоме. При этих состояниях применять глаумак из рекомендуется с осторожностью противопоказания к применению. Повышенная чувствительность к лота на просту, бензолкония хлориду или другим компонентам препарата, возраст до 18 лет, период лактации. Применение у детей препарат противопоказан детям в возрасте до 18 лет. Особое указание. Глаумак из может вызывать постепенное изменение цвета глаз за счет увеличения количества коричневого пигмента в радужке. Этот эффект выявляется преимущественно у больных со смешанной окраской радужки, например, сине-коричневой, серо-коричневой, зелено-коричневой или желто-коричневой, что объясняется увеличением содержания меланина в стромальных меланоцитах радужки. Обычно коричневая пигментация распространяется концентрически вокруг зрачка к периферии радужки глаз, при этом вся радужка или ее части могут приобрести более интенсивный коричневый цвет. У пациентов с равномерно окрашенными глазами синего, серого, зеленого или коричневого цвета изменение цвета глаз после двух лет применения препарата наблюдаются очень редко. Изменение цвета не сопровождается какими-либо клиническими симптомами или патологическими изменениями. После отмены препарата не наблюдалось дальнейшего увеличения количества коричневого пигмента, однако уже развившееся изменение цвета может быть необратимым. До начала лечения больных следует проинформировать о возможности изменения цвета глаз. В случае интенсивного изменения пигментации глаз терапию прекращают. Лечение только одного глаза может привести к постоянной гетерохромии. При наличии невусов или лентига на радужке не отмечено их изменение под влиянием терапии. Возможно потемнение, утолщение и удлинение ресниц, увеличение их густоты и изменение направления роста. Препарат содержит бензалкония хлорид, который может абсорбироваться контактными линзами. Перед закапыванием глазных капель, контактные линзы следует снимать. Вновь устанавливать линзы можно только через 15-20 минут после инсталляции препарата. Необходимо учитывать, что на фоне терапии может развиться кратковременное ощущение пелены перед глазами, поэтому не рекомендуется. Управлять транспортными средствами или работать с движущимися механизмами в течение нескольких минут после закапывания препарата. Флакон необходимо закрывать после каждого использования. Не следует прикасаться кончиком пипетки к глазу. Лекарственное взаимодействие Глоумак-С оказывает аддитивное действие в комбинации с бета-адреноблокаторами, тимолол-адреномиметиками и пенифрин-ингибиторами, карбангидразы, ацетозоламид и, в меньшей степени, с эмхолиномиметиками, пилокарпин. Применение препарата несовместимо с глазными каплями, содержащими теомерсал, происходит прецепитация. Продолжение следует...